привет дорогой зритель хочу сегодня рассказать о таких замечательных наушниках от компании samsung как наушники samsung galaxy buds наверняка многие из вас задаются вопросом какие наушники ему приобрести взамен своих или же кто хочет приобрести себе первые наушники с хорошим качеством таким же как и наушниках от айфона airpods так вот хочу сказать что наушники от компании samsung ничем не хуже айфоновских и в даже лучше звучание у них чистое четко ибо и басистая то есть слушать их одно удовольствие первое преимущество данных наушников это быстрая легкая синхронизация со смартфоном стоит их всего лишь открыть как сразу на смартфоне происходит синхронизация как вы видите и все можно слушать и наслаждаться музыкой второе из преимуществ данных наушников это то что они обеспечивают невероятно насыщенное и сочное звучание треков также есть такая возможность как настроить дополнительное звучание то есть подобрать под себя оптимальные настройки это делается все через программу galaxy wearable samsung и вот есть больше низких частот мягкий звук динамический чистый больше высоких что кому нравится так же можно включить и выключить звуковое окружение делается это тапом на наушник и при этом ты можешь выбрать и что ты предпочитаешь слышать лишь только музыку не слышать окружающий тебя мир или же слышать окружающий мир и вместе с музыкой в наушниках третий пункт это дизайн и эргономичность самих наушников и кейсов как такого вот если посмотреть на кейс он овально формы он приятно тактильной прятый на ощупь открывается также как р порции в айфоне вот так вот поднимаешь крышку и все и они фактически открыты сами наушники выглядят таким образом вот сами наушники это та часть которая вставляется в ухо и вот здесь на верхней части находится сенсорная панель вот она она отделяется по свету от остального корпуса наушников то есть если видите здесь она идет глянцевая здесь матовый пластик и все это хранится в таком вот кейсе они магнитные то есть ложишь ты их в кейс они примагничиваются и начинается зарядка на каждом из наушники есть индикатор то есть когда ты их прослушиваешь они играют зеленым когда они находятся в кейсе идет индикация красного света и что означает что они на зарядке к сожалению часто не видно на камеру но может поверить мне на слово здесь это есть и на самом кейсе тоже есть вот индикатор при зарядке наушников он горит зеленым цветом и когда уже нет самого заряда в кейсе он начинает гореть красным светом благодаря аккумулятору встроенному в данный кейс и сами наушники объемом 58 миллиампер час время работы составляет 8 часов в режиме прослушивания музыки и 6 часов 5 с половиной часов в режиме разговора по по смартфону и так что же мне не понравилось в этих наушниках это первое то что бывает так что достаешь наушник с кейса вставляешь его к себе в ухо и бывает так что сенсорная панель на одном из наушников не работает но стоит лишь наушник наушники вернуть обратно в кейс закрыть его открытие обратно ставить в уши как все возвращаться на свои места я так думаю что это все справится с следующей прошивкой наушников вот да кстати еще одна вещь точно по такой же причине бывает тоже вытаскиваешь наушник с кейса и не работает один наушник не работает я так же верен что вместе с обновлением прошивки эта проблема пройдет и так хотел бы я рассказать также я в самом софте который установлен в телефонах самсунга для управления данными наушниками что могу сказать в верхней части есть индикатор наушников то есть точнее не индикатора показатель насколько каждый из наушников заражен как можно видеть у меня в данный момент левый наушник заражен на 100 процентов правый на 95 процентов дальше идет у нас эквалайзер как я уже показывал это больше низких частот мягкие звучания динамическое звучание потом чистое звучание и или же больше высоких дальше идет пункт по управлению уведомлениями то есть можно выбрать какие приложения ты хочешь чтобы ты смог управлять при помощи этих наушников вот можно выбрать из предоставленных приложений которые у тебя есть на смартфоне или же если хочешь управлять всеми приложениями просто выбираешь все приложения и все и ты можешь управлять всеми приложениями на телефоне дальше идет у нас сенсорная панель сенсорная панель это тот сценарий которая будет управлять сенсорная панель на наушниках то есть можно сделать воспроизвести или приостановить композицию это один таб также можно выбрать левый таб и если прикасаешься к левому наушнику это идет уменьшение громкости правому наушнику это увеличение громкости также можно все поменять настройки под себя голосовое управление быстрое включение звукового фона или звуковой фон дальше у нас идет дальше у нас идет двойное касание это воспроизведение следующая композицию или ответ или запрещение вызова далее это тройное касание воспроизведения предыдущей композиции еще один сценарий это прикоснуться удержать палец на сенсорной панели для того чтобы выбрать пользователя кому хочешь позвонить или же отклонить вызов также есть вкладка о наушниках здесь можно обновить обновить про наушников юридическую информацию знать поменять имя наушников сбросить параметры наушников на на начальный уровень и советы по использованию и сведения об аккумуляторе кстати давайте посмотрим есть ли у меня сейчас обновление на наушники или нет вышло оно или не вышло интересно мне знать нет написано что вы пользуетесь последней версии права значит пока что обновление не вышло ну ничего будем ждать следующего обновления и так мое мнение для тех кто хочет слушать свои любимые треки с нормальным звучанием с глубокими басами с чистым звуком и и так далее могут могут смело обратить внимание на самсунг галакси бац от компании самсунг кстати да и научники созданы вместе с компанией и ки джи передовая компания в области звучания и те кто не хочет приобретать себе airpods кому они просто не нужны тот может смело обратить внимание на данные наушники и быть уверенным что они ему просто прослужить долго и будет получать удовольствие их использования на этом все всем приятного дня пока